Бесконечно можно смотреть на три вещи. Танец огня, течение воды и борьбу людей. Борьбу на греко-римском ковре. Если у вас еще есть сомнения в правоте этой аксиомы, развеет их турнир на призы Владимира Чебоксарова. В нашей области он проводится с 1995 года, а сам Владимир Васильевич стал первым тюменцем, который удостоился именных соревнований при жизни. Идея их проведения принадлежит председателю областного спорткомитета тех лет Валентину Зуеву. Спустя более чем четверть века серебряный призер Монреаля и областной департамент по спорту по-прежнему на одной волне и совместными усилиями продолжают проводить классический турнир. Владимир Васильевич сегодня по праву заслуживает того, чтобы этот турнир, он обретал еще большую узнаваемость, чтобы он обретал еще большее количество участников и желание субъектов Российской Федерации приезжать сюда. И нынешнее количество участников, это 300 человек, это 22 субъекта Российской Федерации, как коллеги говорят, друзья Владимира Васильевича и те, кто из года в год проводит данные турниры, отвечает за их организацию, такого еще не было. Это действительно показатель, показатель его заслуг, это показатель в том числе признания Тюменской области как спортивного региона. В былые годы после успеха в финале можно было отъехать, например, домой на новеньком автомобиле. За победу дарили машину компании ВАЗ. Самое трудное было вообще все соревнования, которые проходили здесь в итоге. Это нервное напряжение, тем более такой приз в сегодняшней обстановке, что в жизни. Ну вот так, в общем-то, все обошлось нормально. Надо было и поддержать и спортсменов, которые выигрывали, потому что многие даже зарплаты и стипендии не получали никакие. Мы старались сделать так, чтобы заслуга спортсмена, она как-то оценилась и он мог продлить себя в большом спорте. Поэтому многие сейчас ребята, которые получили здесь и машины, мне всегда говорят спасибо, Василий, что мы когда-то здесь боролись, выиграли. Это продлило нашу жизнь в сборной команде, потому что сборная команда тоже испытывала, тогда же не получали стипендии, ребята, было такое время. В этом году турнир обошелся без присутствия отечественного автопрома в призовом фонде, в том числе потому, что участие в нем приняли спортсмены 14-15 лет. Однако, как и прежде, каждый из них старался пройти турнирную дистанцию на максимальных оборотах. Во-первых, это очень хороший опыт, как я сказала уже раньше. На России он поможет также бороться с северянами. Также это, скорее всего, мне присвоят кандидат мастера спорта. И также неплохой денежный приз. Я почаще постараюсь приезжать в Тюмень. Победа очень важна, потому что у нас в республике очень мало человек заняло места. И хотелось бы, чтобы было много борцов, которые заняли призовые места из нашей республики. Мне это уже дало много уверенности, эти соревнования. Поэтому, я думаю, это хорошо скажется на моей карьере у спортсменов. Я боролся тоже на Чебоксаровском турнире один раз. Да, боролся. Один раз я тоже боролся. И, конечно же, я тоже ощущал то, что сейчас мы здесь видим. Не помните, как выступили? Честно, не помню. Наверное, я хотел бы, чтобы я выиграл. Но я не могу сейчас помнить. Впрочем, для одного человека победы на турнирах Чебоксарова остаются памятными, сколько бы времени не прошло. Последний раз он выходил на этот ковер более 20 лет назад. Но помнит каждую схватку. И дело здесь точно не в призовых или медалях. Для меня это было крайне волнительное соревнование, нежели чем все остальные другие. Выступления мои складывались неплохо. Я два раза турнир выигрывал. На первом своем турнире, до второго. Вот начало у него есть. Неплохое довольно-таки. Сейчас он все. Может быть, прием. Да, это три балла. Три и один. С тренером вот как-то прорабатывали ситуацию того, как будет идти поединок. Где это может быть в обороне отработать, а где и применить активность? Ну, только на тренировках. Вот сейчас данные, например, перед схваткой, нет. Сейчас, вы сами понимаете, турнир мы проводим. Все заняты. Так он отравился сам. И тренерам моим большое спасибо. Только благодаря им помощи я смогу одержать победу в этом турнире. Просто хотел папе сделать подарок такой и сделал. Я благодарен Юрию навсегда, что он так вот просто перед всей публикой вытащил на заднюю, сделал все классическое и бросил. Связь отцов и детей получает продолжение и сегодня. Причем формат победы становится еще более актуальным. Я борюсь ради папы. Его сейчас забрали. Он был моим тренером. Ты имеешь в виду мобилизации? Да. Отец сейчас, я не знаю, как-то на связи. Ты можешь ему сообщить, что выиграл? Да, наверное. Но я позавчера переписывался с ним. Он сказал мне, что делать. Я следовал этого плана и выиграл. Вряд ли существует шкала, которой можно измерить эмоции, царящие на турнирах Чебоксарова. Одним – радость победы, другим – слезы поражения. Но только так закаляется характер будущих чемпионов. Тяжело было с разбитой губой драться? Очень тяжело было. Она мне мешалась. Но я проявил характер и дошел до финала и выиграл. Ну так, немного бывает, потрясывает, немного есть, боясь. Ну, выходишь и борешься, как тренер и говорит. Такой уровень очень высокий. Хочется также юному поколению побыть на больших аренах, почувствовать, как это, что это. И поэтому это большой плюс, потому что это для них мечта, потому что это одни из главных стартов в жизни пока что. Поэтому с таких стартов и начинается большая карьера, мотивация. Я, во-первых, вот такую борьбу очень люблю, когда борются ребятишки молодые. У них в схватках больше откровенности, больше приемов. И она отличается от взрослой борьбы. Алексей Шумаков вместе с Чебоксаровым входил в состав легендарной сборной СССР, которая на Олимпиаде 76-го года взяла медали в абсолютно каждой весовой категории. Знаменосцем команды Советского Союза в Монреале выступил тяж Николай Болбошин. Тот самый, который после выигранного чемпионата мира в Швеции на церемонии награждения оказал мягкую силу отечественного рукопожатия. И не кому-нибудь, а в густейшей особе. Ну, подходит король, я думаю, ну, как-то какую-то память оставить ему. Я взял, немножко руку ему сжал. Она так хрустнула, нежная рука. Ну, он так на меня посмотрел, улыбнулся, ничего не сказал. А потом получилось, через 2 или 3 месяца, тогда Леонид Ильич был генеральный секретарь, и король Швеции приехал, а я жене говорю, надо жаловаться, приехал, что я ему руку травмирую. Турнир Чаваксарова – прекрасный повод собрать вместе тех, кто олицетворял советскую, а значит, лучшую мировую борьбу 70-80-х годов прошлого века. Я вот здесь привел пример, что когда мы выходили из автобуса иногда, вот русские приехали. Это действительно так было, потому что мы переняли те лучшие традиции, которые нам заложили старшее поколение борцов, и старались на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы выступать так, чтобы наша команда была впереди. Мы всегда под коркой думали, что мы дети победителей, и в нас жило это настроение, и, конечно, все старались стать на высшую ступеньку, где стало. Я думаю, в Сибири, и борьба-то, в принципе, я уж не говорю, что отемен, начал развиваться, когда Володя стал чемпионом, и стал уже сдавать стабильные результаты. Здесь вот расстрела борьба как раз, вот он первый. За ним уже, как я могу сказать, это только Карелина. Вот две ступени развития сибирской борьбы, начиная с Чебоксарова, а потом Карелина. Во-вторых, это мой вид спорта, я повторюсь. Это мой вид спорта, которому я обязан даже тем, что вот сейчас вы со мной разговариваете. Во-вторых, ну, Чебоксаров, это человек, в общем-то, о котором вы риски собирали раньше, в детстве многие. И третье, вот приехал сам поучиться чему-то. Понимаете, мы же учимся друг у друга тоже, и в организации, и во всем остальном. Володя все добился своим трудолюбиям, своим упорством. И можете представить, что такое из Тюмени вырваться в большой спорте? Из Москвы вырваться легче, из Ленинграда вырваться легче, там помогут. И пока Володя не стал на две головы выше всех своих противников в стране, в СССР, называю, как его называли в своем роде, его ведь никуда не выпускали. Он в собственном соку варился. И то, что все, что он сделал в спорте, это он добился своим трудолюбиям, своим упорством, своей настойчивостью. И хотел все время научиться бороться по-настоящему, значит, уметь проводить приемы, владеть приемами. И вот стремился попасть в спортивную школу. Но я все время с детства занимался лыжами, там, баскетбол, играли в футбол, хоккей. Все это мы прошли, но стремление осталось заняться борьбой. И вот я после уже того, как прошел и ближней подготовки, я попал в борьбу. Пришел на соревнования детской спортивной школы. Когда боролись там мои друзья, я увидел это все дело в Динамо, все-таки я попал туда. И, бросив все, пришел в восьмом классе бороться. Из-за пандемийного периода соревнования вставали на двухлетнюю паузу. Но вернулись в спортивную повестку страны так, будто перерыва этого и не было. За это время ребята успели соскучиться по турниру. И сейчас вот, когда объявили, что турнир все-таки состоится, в короткий период времени было пришло множество заявок. И сейчас мы видим, что больше 300 юных спортсменов борются у нас на соревнованиях. Такое количество участников в современных реалиях – это очень большой турнир. И, наверное, никто не может похвастаться больше в России таким представительством. На следующий год мы с нашим ОРК-комитетом подумаем и посмотрим, то есть в каком формате мы спланируем эти мероприятия в следующем году, в том числе с международным участием. И опять же в наших силах через Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию спортивной борьбы России согласовать именно международный уровень данному старту. Возможность присвоения в том числе и званий мастеров спорта международного класса. Я уверен, что на этом ковре мы увидим новых звездочек, новых чемпионов мира и олимпийских чемпионов, которые войдут в историю вековинской борьбы. Турнир имени Владимира Чебоксарова прошел в 26-й раз. За эти годы он стал трамплином в сборную страны для многих его участников, причем не только медалистов. Вот и сегодняшние мальчишки терпеливо ждут своего часа и точно знают, что еще услышат гимн России на международной арене, желательно после собственной победы. Чебоксаров, Чебоксаров, Чебоксаров Сколько ты видал ковров, а сколько залов Чебоксаров, Чебоксаров, Чебоксаров Нам с тобой не страшен шторм, 12 баллов Нас с тобой не страшен шторм, 12 баллов